Добрый день, на часах 13.07. У микрофона Владимир Сметалин, собственно, человек, который будет высказывать свое сегодня особое мнение, тоже у микрофона, это юрист Яна Чеботарев. Яна Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям о том, что вы можете зайти на наших сайтах kirva.ru, и там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Кроме того, можете заглянуть в нашу студию с помощью присутствующей на ступе видеокамеры, то есть видеотрансляции есть на нашем сайте. Яна Евгеньевич, ну что, город-то негодует по состоянию дворовых территорий, так называемых пешеходных частей, то, где мы должны ездить, нормально ходить. Наверное, нет такого человека у нас в Кирове, чтобы не высказаться о неудовольствии с состоянием. Есть какие-то законные вообще способы и методы наведения порядка? Ох. Кому претензии предъявлять? Предъявлять претензии можно разным лицам. Безусловно, можно апеллировать к администрации муниципального образования города Киров. Как я вижу в социальных сетях, в сети интернет, как раз в адрес администрации города Кирова большинство граждан свои претензии адресуют. Безусловно, можно пытаться разбираться непосредственно с управляющими компаниями, которые должны чистить дворовые территории. Можно пенять на дорожников, которые обязаны содержать дорожную сеть. Однако, на мой взгляд, здесь нужно рассматривать ситуацию все-таки в комплексе. Я думал, что сейчас вы скажете, но все бесполезно. Почему бесполезно? Закончите. Нет, не согласен я. В качестве примера не сочтите, нет, не буду тогда название говорить, иначе рекламу посчитают, жалобы начнут писать. Значит, вот в доме, где офис у меня, управляющая компания, занимается расчисткой придомовой территории, на мой взгляд, просто восхитительно. Прямо самоотверженно. Самаотверженно. Ну, зря, зря герничаете. На самом деле, после каждого снегопада, после каждого снегопада, в течение следующего дня снег чистится и не просто сгружается в какие-то сугробы, мешающие проезду и прочее, а реально вывозится. Может быть, конечно, здесь мне просто повезло с подобного рода управляющей компанией. Однако я эти проблемы вижу. Почему? Потому что для того, чтобы добраться до зоны ответственности управляющей компании моего, многоквартирного дома, где у меня офис, мне необходимо, простите, проследовать по ряду территорий, которые обслуживаются либо другими управляющими компаниями, менее тщательно относящимися к порученным задачам. То есть такое лоскутное дело какое-то получается? Тут одни должны убираться, тут другие наводить порядок. Ну, правильно. Просто вот у меня, например, рядом с домом, где можно припарковать машину, где работают отличные дворники, где посыпается не просто корочка ледяная песочком, как у вас, например, то, что мы внизу сейчас смотрели. Ну, мы имеем в виду, да, территорию прилегающую к зданию, где находится у нас рядация. Да, значит, противогололедной смеси. Рядом есть дорога, которая чистится абсолютно отвратно, которая представляет из себя бобслейный жёлт, на самом деле, с накатанными колеями, где проехать весьма затруднительно, особенно если какой-нибудь малосознательный гражданин просто бросает на обочине свою машину. Это фактически экстремальное совершенно шоу. Поэтому, на мой взгляд, ответственность здесь есть и в администрации города, которая должна регулярно контролировать ситуацию с управляющими компаниями, насколько качественно и грамотно они работают, хотя бы применительно к этим же кровлям, с которых периодически лёд сваливается не туда, куда нужно. Вы видели эти новости о том, что администрация выпросила у участников квадрокоптер, полетали они тут и были очень недовлетворены состоянием крыш. Да, я сам видел отрывки подобного рода видео в интернете, и это показывали, по-моему, по первому городскому даже каналу, когда была застегнута на крыше бригада из четырёх, по-моему, человек, которые занимались расчисткой снега. И как только они увидели вот это чудо техники, глаз мэра фактически, они мгновенно ускорились, и качество их работы резко возросло. Я, с одной стороны, конечно, посмеялся, а с другой стороны, порадовался, а почему не использовать передовые достижения техники в благих целях великолепно? Пусть, пусть даже это будет стоить налогоплательщикам каких-то денег, но мне бы очень хотелось, чтобы все работники жилищно-коммунальной сферы, начиная от руководства и кончая последним подмастерьем, который работает непосредственно на крыше, знали о том, что в любой момент вышестоящие власти могут проконтролировать их работу. Может быть, даже имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать публичный доступ к камере подобного квадрокоптера с тем, чтобы граждане точно так же видели, что делается в городе хотя бы в части очистки крови. А как Вы реагируете на эти заявления того же главы администрации областного центра о том, что вот, без выходных будут работать эти уборщики, о том, что чиновники пойдут проверять активно, сами пешочком смотреть? Как-то вот глава этой администрации, он кулаком-то по столу вроде как бьет? Или не бьет, на Вашем деле? Ну, вот мы с Вами сейчас затрагиваем проблему, на самом деле, которая, на мой взгляд, быстрого решения просто не имеет. Я лично знаю господина Перескукова. Я уверен и убежден, что он в немалой степени заинтересован лично в том, чтобы управляющие компании чистили снег. Другой вопрос о том, что, к сожалению, вся система управления городским хозяйством, на мой взгляд, нуждается в глобальном реформировании. А это вопрос уже, простите, не главы администрации. Вот это, к сожалению... А чей? У нас, простите, есть законодатели городские, которые в том числе должны пересматривать и вопросы разграничения уровня компетенций, за что отвечает непосредственно глава администрации и с помощью каких инструментов он может влиять на те события, которые происходят. Это вопросы и областному правительству в том числе. Почему? Потому что у нас все-таки субъект федерации это не город Киров, а Кировская область. И здесь, на мой взгляд, есть существенные недоработки и недочеты с точки зрения незаконательного регулирования деятельности этих же управляющих компаний. Во всяком случае, давным-давно обсуждались вопросы хотя бы об обязательном страховании гражданской ответственности управляющих компаний. Его, простите, и не там. Вот сейчас очередной дикий случай, когда ледышка убила человека. У меня не поднимется рука в настоящий момент обвинять либо исполняющего обязанности губернатора, либо мэра, либо главу администрации города. В подобного рода факте следствия разберется, кто там плохо и какую именно кровлю чистил. Но, тем не менее, предусмотреть хотя бы, попытаться какие-то дополнительные меры, защищающие интересы простого гражданина, который может быть травмирован, не говоря уже о... Летальном исходе. Да, о летальном исходе. Было бы целесообразно. И это как раз уровень компетенции уже, простите, областной власти. Это тоже вопрос, который входит в вопрос реформирования ЖКХ. Ну, давайте о трагедии, произошедшей 5 марта, мы поподробнее поговорим уже после небольшой поросы. Особое мнение сегодня высказывает, напомню, юрист Яна Чемотарев. Итак, прошлое воскресенье, 5 марта, около полудня, как сообщили в СМИ, огромная глыба до снега съехала с крыши к дому по адресу Преображенская, 9, на 66, по-моему, да, сообщили? 67. Семи летнюю Кировчанку. Это просто ужасное зрелище. Были кадры, были фотографии. И, судя по комментариям очевидцев, вот эта вся огромная масса, она просто впечатала женщину. То, почему мы ходим, там не почищено. Тоже, собственно, под ногами там. У нас были такие случаи, гибели в 15-м году, да, вы помните, полуторамесячный ребенок, вот на улице, так, не вспомню, сейчас, челюстницы, по-моему. Ну, факт в том, что руководитель Лев Сеу Ют, управляющий компанией, был осужден, и, судя по всему, уже истек, по-моему. Срок заключения, там, полтора года было. Да. И был случай в Слободском, 6-летняя девочка, там, как известно, руководитель управляющей компании был осужден, но попал под амнистию. Ну, такая же точная история была и в связи с происшествием по улице Ленина, когда из-за схода льда гражданин наш с вами, Кировчанин, потерял зрение навсегда. Ну, вы занимались этим случаем. Тоже директор управляющей компании был осужден и тут же попал под амнистию, так как назначенное наказание не было связано с реальным лишением свободы. Ну, и вот эта трагедия, которой очень, конечно, не хотелось, чтобы она случилась, но так или иначе это имеет место быть. Ваш взгляд на то, как будет развиваться ход событий, что вам уже известно по этому делу? Ну, в данном доме... Дело возбуждено по факту, уголовно. Ну, да. В данном доме действительно есть проблемы. Мне известно ряд обстоятельств, которые в настоящем пока еще широко не освещаются. В доме по Преображенской, 9, проживает один из моих клиентов, с которым я работаю. Проблема здесь какого рода? Подобного рода домовладения фактически из себя представляет два жилых дома, выходящих и на улицу Преображенскую, бывшего Энгельса, и на улицу Ленина. И обслуживаются, как это ни странно, двумя управляющими компаниями. Одна это компания ООО Общественной ответственности Управления жилищного хозяйства УЖХ, и другая Государственная рука Ленинского района города Кирова. Я предвижу, что на этапе следствия будет рассматриваться вопрос, с какой именно части кровли, находящейся в чьей конкретной зоне ответственности, и сошел этот лед. Безусловно, никто, ни руководители УК Ленинского района, ни руководство УЖХОО не собираются и не хотят как минимум нести какую-то уголовную ответственность, которая здесь, на мой взгляд, очевидна. И я думаю, что в любом случае кто-то из виновных будет к уголовной ответственности привлечен. Причем я считаю, что наказание будет весьма суровым, потому что, во всяком случае, пока никаких экстраординарных амнистий в Российской Федерации не планируется. Но статья, по всей видимости, будет та же самая, которая выфигурировала. Да, не надлежащие исполнения обязанностей, повлекшие по неосторожности смерть и гибель человека. Так, вопрос, на самом деле, опять же, очевиден. Помимо тактических каких-то вопросов, следствие будет решать, наверное, и глобальные вещи. Почему все-таки произошло и стало возможным то происшествие, которое имело место быть. Помимо возложения ответственности непосредственно на какого-то руководителя управляющей компании, с чьей крышу снег и сошел, возникает вопрос, почему до настоящего времени не отработана, никоим образом не действует система контроля за действиями наших с вами управляющих компаний. Более чем уверен, что, ну, наверняка, можно выстраивать линию защиты для любого директора, любой управляющей компании. Наверняка он был введен в заблуждение недобросовестными работниками, еще что-то. Он всецело, всемерно не хотел того, что в итоге и произошло. Но, тем не менее, все-таки, на мой взгляд, и администрация города должна разработать какой-то системный механизм, позволяющий все-таки контролировать, насколько добросовестно наши управляющие компании работают. Хотя бы в части тех происшествий, которые объективно иначе просто не могут быть никак предотвращены. В конце концов, ну, даже если плохо почищен тротуар, это, безусловно, нарушение действующего законодательства. Да, но убиться, получить смертельную травму, упав с высоты собственного роста, все-таки гораздо сложнее, если тебе с крыши четырехэтажного здания на голову съезжает ледышка весом килограмм в 50-60. Это же сразу смерть, что мы, собственно говоря, и видим. Пострадавшие страна, родственники погибших женщин, они имеют сейчас право на что? Ну, они в любом случае, в настоящий момент, скорее всего, уже признаны потерпевшими. Либо все, либо кто-то один пока. Они, безусловно, имеют право на участие в ходе следствия, на требования процессуального характера по проведению различного рода следственных действий, назначению проведения экспертиз. Ну и, безусловно, они будут иметь право на компенсацию и морального вреда, и компенсацию по, извините, погребению погибшего человека, возмещению тех затрат, которые с подобной в роду скорбной процедурой связаны. Но я помню вот те трагедии 15-го года, да, там достаточно ведь не затягивался процесс. Там буквально через пару месяцев уже были приговоры. Ну, нет, через пару месяцев это слишком быстро, слишком быстро. В любом случае, следствие занимает по подобным родам минимум месяца два, два с половиной, если, тем более, речь идёт о том, что установлено лицо виновное, кто конкретно виновен, установлено все обстоятельства, почему этот снег сошёл, в чём эта вина выражалась у руководителя, например, управляющей компании. Вот применительно к нынешнему случаю, без экспертов данное дело развиваться точно не будет. Почему? Потому что уже сейчас потихонечку, потихонечку, но проникает в средства массовой информации сведения о том, что между вот этими двумя управляющими компаниями уже начинается спор, с какой именно части кровли эта ледышка и сошла. Ну, так вполне понятно, почему. Ну, понятно. Без специалистов решить данный вопрос будет весьма проблематично. Любая экспертиза это время. Поэтому я считаю, что ранее, чем в середине лета, вряд ли это дело до суда дойдёт. Но вы уверены в том, что, собственно, виновное лицо будет найзано? Ну, давайте так. Глухари, простите за фразеологизм... Жаргон. Да. Возможны в делах, когда не очевидно само преступление. А здесь же есть, простите, труп. Понятно, из-за чего наступила смерть. Из-за схода снежно-ледяной массы с кровли здания. Осталось понять, с какой именно части здания этот снег сошёл. И кто непосредственно в этом виноват. Непосредственно директор управляющей компании, который ненадлежащим образом контролировал или организовал деятельность по очистке кровель. Либо мастер, который вводил в заблуждение своего директора. Говорят, что там всё нормально, а на самом деле не так. Ну, да. Во всяком случае, смотрите, мы представляем, насколько велик Ленинский район города Кирова, к примеру. Самый большой. Ну, да. Значит, наверное, странно будет полагать, что директор той же управляющей компании Ленинского района обязан лично посещать кровлю каждого здания, которое чистится его управляющей компанией, с какой-то инспекционной проверкой. Достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что он наглежащим образом исполнял обязанности свои по руководству данной управляющей компании и не допущению подобного рода трагических происшествий будет, если он сумеет представить письменные доказательства, подтверждающие, что им предпринимались необходимые действия. Направлялись бригады для расчистки, которые отчитывались о том, что кровля почищена. Ну, я думаю, здесь не буду подсказывать ни стороне защиты, ни следствию, что делать, но я думаю, что здесь шансов, что мы не узнаем конкретную фамилию виновного лица, ну, практически нету никаких. Мы эту печальную тему активно обсуждали в начале этой недели. У нас был, на мой взгляд, такой интересный вопрос. Наши слушатели думали по поводу того, а кто же, собственно, отвечать должен с подобной трагедией? Только лишь сотрудники управляющих компаний или руководители управляющих компаний? Либо они разделять должны ответственность с чиновниками, рядовыми чиновниками городадминистрации, которые работают в серии ЖКХ, либо руководители города непосредственно как-то еще должны уже нести ответственность. У нас на первом месте был вариант ответа руководителей управляющих компаний и чиновники городадминистрации. Вот, на ваш взгляд, сотрудники администрации должны нести ответственность? Моральную, безусловно. Чисто по-человечески и в рамках закона? Чисто по-человечески моральную ответственность, безусловно, должны нести чиновники городской администрации, занимающиеся управлением в сфере ЖКХ, безусловно. Что касается какой-то юридической ответственности, простите, пожалуйста, управляющие компании существуют для того, чтобы брать на себя обязательства и обязанность за денежные средства граждан выполнять функцию по содержанию жилых домов, новых квартирных. Это не функция чиновников. Если я являюсь собственником собственного дома, находящегося в черте города Кирова, так я его, простите, сам чищу. Он у меня одно квартирное, слава богу, мне отдельная управляющая компания не нужна. А если я его не почищу и снег сойдет, упаси бог, на машину, на какого-то моего гостя, отвечать-то буду я. Причем здесь чиновники? Другой вопрос о том, что, к сожалению, до сих пор не разработан никакой контрольный механизм, который позволял бы нашему государству, уважаемому, не менее уважаемому муниципальному власти контролировать, насколько хорошо исполняют свои обязанности управляющие компании. Ведь мы не заставляем, я не заставляю господина Перескопкова каждую крышу посещать лично, но придумать какой-то механизм, с помощью которых те же граждане, которые живут в этом доме по Преображенской и рассчитывают, что если есть управляющая компания, то их кровля почищена, должны знать, насколько хорошо или плохо эта управляющая компания свою деятельность осуществляет. Если вопросы, касающиеся, например, расчистки тротуаров, мне, как жильцу, например, очевидно, я это вижу своими глазами. Вывозка мусора точно так же. Ремонты фасадов точно так же я это вижу. Мне не нужно здесь никакой помощи муниципалитета для того, чтобы как-то оценить качество. На крышу я точно не полежу. Я вот высоты боюсь, например. Кто-то просто не знает, где вход на крышу. Они, как правило, все в настоящий момент еще и закрыты. С тем, чтобы подростки не лазили и хулиганы там не безобразничали. Возникает вопрос тогда, как мне, как собственнику квартиры, либо офисного помещения контролировать, насколько качественно работает управляющая компания, занимающаяся управлением данным домом. Вот именно в этом я вижу необходимость принятия достаточно срочных мер со стороны властей и регионов Кировской области, и муниципальных органов власти. Юрист Леонид Чеботарев, это его особое мнение. Сегодня вы слушаете. Нам сейчас нужно прерваться на рекламу. У нас еще есть тема интересная. Обязательно поговорим спустя две минуты. Продолжается особое мнение юриста Леона Чеботарева. Ян Евгеньевич, очень хочется узнать ваше мнение. Мы сейчас на федеральный уровень выходим. Ваше соображение по поводу вот этих резонансных дел. Эльдардадин, Евгений Чудновец, Оксана Севастиди. Что это вообще происходит? Я уже много мнений слышал на сей счет. Многие говорят, что предвыборная уже какая-то штука начинает освобождать. Оксана Севастиди вообще президент помил его лично. Что, на мой взгляд, происходит? Я понимаю, что каждое дело тут оно специфично. Не слишком, наверное, корректно все это в одну кучу сваливать. Не согласен я с вами. Как раз все эти три дела достаточно похожи между собой. Главное понять, в чем они похожи. Похожи они как раз не юридической квалификацией тех действий, которые вменялись и Севастиди, и Дадину, и воспитателю. А уровнем интереса общественности к подобного рода делам. К тому, что по каждому из этих дел наше с вами общество сформировало свою точку зрения. И сводилось это мнение как раз к тому, что абсолютно непонятно за что сидит тот же Дадин, который вроде не жег покрышки, не устраивал какие-то майданы. Ну, вышел человек на одиночный пикет. Ну, за что его сажать-то трешечку, двушечку и прочее, прочее. И об этом, кстати, и Конституционный суд говорит точно так же. За что воспитателя в детский лагерь, по-моему, да? Да, да. Чудновец. Чудновец, да. За что воспитателя, не, я понимаю, за что воспитателя судили, который по большому счету не изготавливал какие-то гадкие снимки порнографического характера, а всего-навсего попытался привлечь внимание общественности к издевательствам над детьми. То же самое касается и вопроса, связанного с осуждением женщины, которая, дай бог памяти, 7 лет назад отправила... В восьмом году? Да, отправила своему знакомому СМС-ку о том, что она наблюдает движение колонны российских танков. Какая это госизмена, шпионаж и прочее, прочее. Что вижу, то и говорю. У нас все-таки по Конституции свободная страна. Вот, на мой-то взгляд, все подобного рода шаги наших органов власти, судебной системы в отношении всех осужденных, и там, где люди были признаны невиновными с правом на реабилитацию, и там, где просто женщина была помилована президентом. Как раз, может быть, может быть, это и предвыборная какая-то кампания, но, на мой взгляд, власти объективно не заинтересованы в том, чтобы мы с вами, обыкновенные граждане обывателя, относились к нашим властям, как, простите, к оккупантам, которым глубоко наплевать на наше с вами мнение. Я воспринимаю подобного рода шаги на федеральном уровне, как раз очень положительную тенденцию, которая говорит о том, что не до конца еще мы с вами, несмотря на эффект Чурова и прочее-прочее, утратили возможность какого-то влияния на государственную властную структуру. Пусть это влияние очень сильно опосредовано, но, тем не менее, никому Майдан не нужен. Ну, как вы думаете, в ближайшее время будут еще факторы подобные? Освобождение, пересмотры дела? Хотелось бы верить, что пусть таким образом, пусть достаточно медленно, но российская правоохранительная система, судебная система будет эволюционировать. Если, в конце концов, наши с вами непосредственно депутаты, слуги народа, которые должны следить за действующим законодательством, современно реагировать на отчаяния народные, вносить какие-то поправки, изменения в уголовный кодекс, не справляются с подобного рода конституционной миссией, возложенной на них, ну, пусть хотя бы непосредственно судебные органы, Верховный суд, Конституционный суд, президент, как гарант конституции, пытается исправлять данную ситуацию. Совсем недавно была вторая годовщина убийства Бориса Немцова, и во многих городах страны, в том числе в столицах, прошли мероприятия различные, посвященные этой дате. В нашем городе тоже планировался так называемый марш Немцова. Участники, организаторы, вернее, данного мероприятия хотели получить разрешение от городской администрации на то, чтобы собраться на театральной площади, потом пройти по московской до вечного огня, но был получен отрицательный ответ. Дело в том, что с 2015 года у нас законодательство ужесточено, ЗАГС Собрание принимало, вы это прекрасно помните, где можно, где нельзя проводить эти массовые мероприятия. Дело в том, что на театральной площади ряд ГУ находится, и это не место. Это не место вот для таких встреч. В итоге вылилось это в пикет у здания городской администрации. Ну, так или иначе, активисты опять возмущены тем, что у нас негде собраться, так, чтобы увидели и услышали большое число горожан. И вот как раз-таки коммунисты в ЗАГС Собрании в нашем предлагают все-таки разрешить проводить собрания, митинги и пикеты на театральной площади. За вы или против? Как только... Нет, секунду, давайте так. Я, во-первых, не политик, я юрист. Я могу с изрядной долей юмора относиться к подобного рода предложениям коммунистической партии, но только по одной причине. Как только областной ЗАГС Собрания Кировской области примет подобного рода решение в форме, без разницы, постановление закона Кировской области и так далее, формально это будет означать о том, что Кировская область откровенно наплевала на федеральное законодательство, и нам следует ожидать тогда введения чрезвычайного положения. Может быть, целям коммунистической партии это и отвечает. Я бы не приветствовал подобного рода бунт, фактически неприкрытый. У нас действительно есть на федеральном уровне, а не на областном, установленные ограничения, где нельзя, ни в коем случае нельзя проводить никакие общественные мероприятия, митинги и прочее, прочее. Как только наши с вами депутаты Государственной Думы сочтут возможным прислушаться к мнению своих избирателей, если таковых наберется твердое большинство, и внесут соответствующие изменения в федеральное законодательство, тогда никаких легальных препятствий для проведения именно на театральной площади каких-либо митингов уже не будет. Все будут счастливы. Пока, да, действительно, администрации города, наверное, здесь достаточно проблематично отыскать и предложить желающим помитинговать какую-то площадку, которая отвечала бы их требованиям, чаяниям. Я думаю, что очень многие бы захотели и на Красной площади какой-то митинг устроить. Но, тем не менее, это не так просто и связано с изменением действующего закона. Но на ваш взгляд, все-таки эта законодательная норма, она чересчур строга, или все в порядке? А, в этой части? Да. Ну, вы знаете, я бы как гражданин не видел ничего плохого, если бы граждане имели возможность мирно собраться пусть на театральной площади, пусть на Красной, пусть где угодно и выразить мирно свое мнение о каком-либо наболевшем вопросе, обсудить какую-то ситуацию, которая их волнует. Главная вещь, чтобы, простите, это все не переросло в какие-то хулиганские выходки. Либо антиконституционные уж какие-то вещи. Ну, да. То есть без насилия, во всяком случае, Конституция России, которую меня заставляли учить наизусть, она предусматривает право граждан собираться мирно без оружия. Почему нет-то? У нас остается несколько минут. Я хочу сейчас перейти к теме, которая тоже активно обсуждается. Вы смотрели этот фильм «Фонда борьбы с коррупцией»? Смотрел, смотрел, смотрел. Я, честно признаться, таким под неким впечатлением до сих пор нахожусь. Я смотрел это не с открытым ртом, я это смотрел с таким прищуром скептическим. Правда ли, как действительно, как вот, пытаясь найти какие-то несостыковки в повествовании Алексея Анатольевича, но я ничего не нашел. На мой взгляд, вот все очень логично. Все вытекает одно из другого. Как вы оцениваете? То, что посмотрели уже, кстати, более шести, по-моему, миллионов человек. Ну, я не только посмотрел, я еще и репостнул, поделился все своими мечтами. Понятное дело, что на телеканалах такое не покажут. Только лишь интернет. Ну, очень похоже, безусловно. Он не «Димон», да, называется? Очень, безусловно, похоже на правду. Очень, безусловно, похоже на правду. На мой взгляд, подобного рода сомнения в чистоплотности второго лица в государстве заслуживают самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов. В то же время, что-то мне подсказывает, что вряд ли мы дождемся в каком-то обозримом будущем, ну, как минимум в среднесрочной перспективе, какого-то объективного расследования и далеко идущих выводов. Но я буду рад, если я вдруг ошибусь. Хотя, с другой стороны, опять же, я думаю, что может быть и родится какой-то документ, который будет абсолютно формальным, который будет указывать ровно то, на что ссылается и сам Алексей Анатольевич Навальный в своем расследовании о том, что формальным главой тех юридических лиц, тех благотворительных фондов, которые являются держателем того имущества, о котором идет речь, подобного рода расследования, не является Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Да, он вот там где-то что-то был близок, да, учился, да, дружен, да, ведет переписку, да, хакеры что-то там взломали, выложили, такое интересное, что да, кроссовки у него именно такие. А с этого все и началось, очень интересно, да, с того, что сам, собственно, выставляет на показ пример министра. Но формальных признаков не найдено. Речь ведь идет о чем, будет ли это расследование абсолютно проходным, что называется, для галочки, либо достаточно глубоким. Я не рассчитываю на какую-то глубокую проверку той информации, которая освещена Алексеем Анатольевичем Навальным. Ведь когда выходил фильм о генпрокуроре Юрия Чайки, это же там все заглохло, по-моему, да, там ведь была какая-то претензия, да, со стороны? Ну, кончилось, кончилось, по большому счету, ничем. Можно по-разному относиться к деятельности господина Навального, считать его агентом Кремля, либо ставленникам Госдепа США, кем угодно. Но, тем не менее, он периодически выбрасывает достаточно интересную информацию, достаточно логичную, которую заставляет задуматься. Это и что касается господина Сечина, и по сейчас Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и по семье генпрокурора Чайки, и его массе других чиновников. Другой вопрос, о том, что все-таки, простите, но на самом деле мы, он апеллирует к нам с вами. Наверняка он рассчитывает опереться на какие-то, возможно, наши голоса в последующем, если его, конечно, кто-то пустит на те выборы, которые... Президентские, 18-го года, мы имеем в виду. Говорить о целях, которые преследует конкретный политик перед собой, можно бесконечно долго. Для меня, как для гражданина, подобная информация является, безусловно, важной. Она позволяет мне сформировать свое собственное мнение к той государственной машине, которая сформирована и существует сейчас в Российской Федерации, и к тем людям, которые фактически являются главными в формировании государственной политики. На этом истекает время особого мнения. Напомню, что сегодня особое мнение высказывал юрист Яныч Батарев. Всего доброго. Женщины, кстати, с прошедшим праздником забыли поздравить. Да, да, с прошедшим праздником, дорогие девушки. Спасибо, всего доброго. До свидания.